Сегодня мы говорим о письменности. Наша третья лекция будет о письменности, о славянской и русской письменности, об их истории. И понятно, что нам придется говорить о письменности вообще. Но тема очень большая. Обо всем, что можно было бы сказать, я не буду. Я все-таки буду говорить о той письменности, которая так или иначе может лежать в основе того процесса, который приводит к позиции. В ней и к созданию славянской и русской письменности. Во-первых, письменность – это одна из форм существования языка, которая формализует язык, то есть облекает форму слов, которая фиксирует информацию, которая передает данные на расстоянии и которая сообщает этим данным в невременной характер. Вот что такое письменность, мы все понимаем. Мы также прекрасно знаем и разделяем это мнение, что возникновение письменности – это такая интеллектуальная революция, это взрыв. Не знаю, может быть, это можно сравнить с появлением или даже с массовым обладением интернетом сейчас. Почему? Потому что появление письменности – это очень резкие изменения в информационном пространстве. Мы это понимаем. Конечно, когда появляется письменность, появляется образование. Мы понимаем тогда уже. И это также фактор развития интеллекта. Но вот дело в том, что когда появляется письменность, человек, чешский мозг начинает работать по-другому. Начинает работать по-другому, и наука доказала, что вот эта моторика, мелкая моторика, когда человек пишет рукой, она связана с мозгом непосредственно. Она участвует в формировании пропорций различных отделов мозга. А вот у физиологов есть представление об идеальном интеллекте. Он всегда связан с определенной структурой мозга, с пропорциями, с соотношением размеров одних отделов к другим отделам мозга. Так вот, письменность влияет на это. Письменность связана с речью, письменность связана с личностью. И как говорит Татьяна Черниговская, наш знаменитый нейролингвист и один из сильнейших специалистов, вообще говоря, в мире по мозгу, который очень много знает о мозге, она говорит, что ведь вот когда мы пишем рукой, это не просто вот моторика для рук, это моторика правильного места. Нам надо правильно вписать, как-то пропорции соблюсти, буквы. А моторика правильного места имеет прямую связь не только с речью, но и с личностью человека в части самоорганизации. А самоорганизация – это у нас что? Это способность, умение управлять своим временем и вести себя дисциплинированно в своих графиках. Она связана с постановкой цели, самоорганизация, с возможностью этой цели достичь. То есть человек становится другим после того, когда он пишет рукой. Он становится другим, и он может вообще, говоря, осилить какие-то серьезные проекты. То есть я вот поэтому, когда иногда путешествую там где-то, приходя в исторические места, слышу, что вот это построили народы, у которых не было письменности, а мы там наблюдаем архитектуру, инженерные решения, и уж точно там расчеты какие-то должны быть произведены, то вот это как раз от того лукавого, что нам в детстве рассказали, что вот такое может быть, что бесписьменный народ вообще применил инженерные подходы, знал архитектуру, там сопромат применил, колонну какую-нибудь поставил, она свод держит. А письменности у них не было. Но вот если опираться на данные, которые дает Черниговская, то вообще никакого серьезного проекта человеческое существо до письменности сделать не могло. Причем я не имею в виду, что просто письменность появилась, а имею в виду, что ее все массово овладели. То есть люди, способные к таким серьезным задачам, как к выполнению, должны писать регулярно. Это, кстати, нас тоже наводит на мысль, что вот сейчас уход к компьютеру, как нам говорят, а никто не будет скоро писать рукой. Ну что ж, не знаю, может быть, нам мы на деревья назад опять залезем после этого, кто не будет писать рукой. Все у нас устроено как-то уж очень логично в нашем организме. Письменность относится, конечно же, к проявлению внешней памяти человечества. То есть той памяти, которая существует за пределами биологического субстрата. Ну это и живопись, и скульптура. Письменность, конечно, существенная часть этой памяти. Эта память обеспечивает нам знание о предыдущих поколениях и передачу информации о себе к последующим поколениям. Поэтому, конечно, она очень важна. Письменность связана с математикой, потому что мы знаем из исследований, что буквы и цифры – это на ранних стадиях развития человечества, это одно и то же. Мы привыкли думать, что мы пишем, скажем, арабскими цифрами, но реально целые несколько букв нашего алфавита являются цифрами. Скажем, наша буква «Б» – это перевернутая двойка. И эти цифры прослеживаются не только в нашем алфавите, а в целом в ряде древних алфавитов. То есть насколько мы можем их называть арабскими и было ли это какое-то повторное заимствование. Потому что ведь в истории развития человеческих знаний, интеллекта есть целый ряд ситуаций, когда что-то отдается другому народу, а позже у него заимствуется. Как-то может быть переработанное, а может быть и не переработанное. И поэтому здесь тоже такой момент. Математика тоже начинает развиваться тогда, когда появляются буквы. Ну и мы знаем, что когда детей-то начинают учить, первому, чему их учат, это буквам, простейшему письму и счёту. То есть цифры и счёт. У нас в русском языке есть такая пословица. Сперва «аз» до «буки», а там и «науки». «Аз» и «буки» – это старые названия наших букв «А» и «Б». Я думаю, все знают. Ну, азами мы, кстати, называем основой чего бы то ни было, азы профессии, азы каких-то наук, то есть самые-самые основы каких-то дисциплин или сфер человеческой деятельности. Ну вот так уж повелось, что письменность в истории человечества работает как серьёзный политический инструмент. Не только письменность, но и весь язык, и продукт письменности, книги, летописи, рукописи. Всё это, к сожалению, работает как политический инструмент и очень успешный политический инструмент именно потому, что письменность влияет на человека так, как вот сейчас я только что сказала, как она влияет на его мозг, на его память о прошлом, возможность передать информацию будущим и так далее. Но вот если вы посмотрите на историю, на мировую историю, вы везде увидите, что любое передподчинение одних народов другим народам, любая захватническая деятельность, любая деятельность по установлению какого-то своего влияния, она всегда начинается с изменений в письменности или даже в целом языке и с какими-то манипуляциями с письменными текстами. Вот просто смотрите, вот, например, мы привыкли, что римляне в своё время принесли культуру во всю Европу, даже во всю Европу, и не только Европу и Азию частично. Ну вот смотрите, это действительно так или не так, мы сейчас не будем говорить, но то, что латынь в Европе до 15 века, по 15-й включительно, была одним из главных языков, это факт. У нас масса, даже при произведении литературы, национальной литературы, написана не национальных языках, а по-латыни европейских. Мы говорим язык науки, язык медицины, да, всё это так. И всё это вроде бы как принесли римляне. Это о языке. Если взять письменность, то вот, например, на британских островах известное нормандское завоевание 1066 года, когда древние французы, как считается, завоевали древних англичан. У тех была письменность уже. Уже был латинский алфавит от латинян. Но норманды переписывали даже уже не язык, а способ выражения. То есть вместо одних букв помещались другие буквы. Но и французский-то язык тоже читается и произносится не совсем одинаково. Вы знаете, да, вот машинка едет, Рено, а что на ней написано? Да, очень, да, длинное слово. И вот поэтому считается, что вот эти норманды, они принесли такую проблему наголову англичанам, создав им такую письменность. И англичане вынуждены теперь иметь транскрипцию. А транскрипция – это древний вариант написания слова. Мы говорили с вами там слово «вода», да, и брали слово «вота». Вон, как сейчас пишется, ватер, да. А писался на вот так, «воте», то есть как вода наша. То есть английская транскрипция, как считается в науке, это древний вариант написания слова до нормандов. То есть они по-старому как бы себе записывали, чтобы понимать, что за слово-то после нормандов. Так они его перекорюжили. Ну, надо сказать, что с письменностью они это сделали, норманды. А знать-то они вообще велели говорить по-французски. Английская знать 300 лет разговаривала по-французски. Вообще на другом языке. Когда у нас происходит революция, связанная с именами в письменности Кирилла и Мефодия, нам же тоже приносят какую-то письменность. И нам часто говорят, что письменности у славян не было. Мы сегодня об этом немножко поговорим. Потому что на самом деле это, конечно, такие... Это информация для школьного учебника, чтобы не вникать поглубже. А если вникать поглубже, картинка выглядит немножко не так. Но вот тоже была принята письменность. И мы всегда говорим, что и римляне принесли свет всей Европе, и Кирилл и Мефодия нам свет принесли. Но вот если мы все-таки последим, что потом произошло, например, с таким понятием, которое сегодня называется юрисдикция, то всегда вот этот принос этого света совпадает с переходом в другую юрисдикцию. Ну вот возьмем пример СССР. Советский Союз создавал письменность тем народам на своей территории, которые ее не имели. И создавал ее на каком алфавите? На кириллице. На кириллице. Были народы, как, например, казахи, у которых письменность как-то появлялась периодами в их истории. Например, арабская иногда был период письменности. Но вот СССР забрал их к себе, и письменность у них стала на кириллице. Правильно? Даже их, на их языке, она стала на кириллице. А вот посмотрите, когда произошел распад СССР в 1991 году, что там сразу происходит? Татарстан сразу объявляет, выходим на латиницу. Помните это? И даже Татарстан хотел паспорта свои печатать на латиницу, и мне дали. А выходим на латиницу, это мы в чью орбиту влияния попадаем? Турции, для начала. У нас Турция пишет на латинице. А с Турцией тоже интересно, потому что турецкий язык, знаете, когда создан? В начале вообще 20 века. Вообще в 1927 году или около 1930 года турки получают турецкий язык. А до этого они развиваются в арабской цивилизации. И вот из арабской цивилизации Турцию вынимают и ставят им латиницу, как алфавит. А это в чью они попадают? Это чей ветер политический дует? Вот это западное здесь он дует. Вот здесь он точно дует западное. Посмотрите, ну и были бы вместе с арабами. А сейчас вот поговорить с турками, скажут, мы не арабы, мы турки, говорят они. Да? То есть вот это интересно, конечно. А Казахстан, кстати, сейчас тоже объявили, переходит опять на латиницу. Казахстан сказал, да я уже? Переходит. То есть вот это что такое. Посмотрите, пожалуйста, Украина. Вот ситуация между Украиной и русским языком. Пытаемся выйти в другую, фактически, какую-то сферу влияния, что работаем с языком. А зачем? Вот зачем это делать? Вот я бы хотела спросить девочек, которые в школе учатся. Вот у вас есть представление, зачем это может делаться? Просто так? Ведь это же, посмотрите, это же огромные вложения с экономической точки зрения, огромные траты. Это переучивание, это переназывание всего, чего можно. Переоформление всех документов, переиздание учебников, карт. Ну, в общем, все. Вот зачем это все? Ради чего? Есть идеи? Политика. Ну, оторваться от нас. Ну. Уничтожить историческую память. Уничтожить историческую память. Почему? Потому что я же сказала. Это источник внешней памяти. Через два поколения никто уже не понимает предыдущей письменности. Никто не понимает, значит... То есть никто не узнает альтернативные точки зрения. Вот поэтому с письменности, с языком всегда идет такая работа, и поэтому это такой политический инструмент. И вот это надо иметь в виду. Потому что это, на самом деле, отличная лакмусовая бумажка. Вот мы, конечно, привыкли думать о том, что Петр Первый был великий государь, и с ним связано очень многое. Но вот я вам могу сказать, что Петр Первый пытался перевести русский язык на латиницу. И мы точно понимаем, что это был за политический ветер для Петра Первого. Но это мало того. Мы не знаем, может быть... А это, кстати, открытые данные, они хорошо известны. И меня они поразили очень... Я еще студенткой была, когда узнала эти данные. О том, что книга печатания на русском языке была отменена при Петре в России. То есть печатались только церковные книги. Церкви разрешалась свои книги печататься. А вот книги гражданские в России не печатались. Значит, печатались они в Голландии. И Петр выступил лоббистом одного голландского книгопечатника и отдал ему все права. Печатать литературу на русском языке можно было только в Голландии. Причем у того голландца не было, в общем-то, и никаких серьезных ресурсов для этого. Ему пришлось искать каких-то поляков, кого-то, кто мог бы ему помогать. А закон Петра был таков, что если вдруг кто-то напечатает книги, книги должны быть конфискованы, человек должен быть, современным языком говоря, оштрафован, и деньги эти тому голландцу возвращены. То есть, ну вот смотрите, чисто лоббизм. Может ли государство процветать, если на его территории книги на его языке не печатаются вообще? То есть что происходит? Полный контроль за книгопечатанием. Мы это видим. С книгами, хотя это не письменность, но они, конечно, связаны с ней, тоже борьба ведется на всем историческом пути развития человечества. Вот, между прочим, я хочу сказать, что когда инквизиция бушевала в Европе, ведь на кострах жгли книги, которые назывались, знаете, как? Они назывались «рустика романа». Сегодня мы знаем, что «рустика» – это деревенский, грубо его значение на европейских языках, но, скажем, испанский язык сохраняет еще одно значение этого слова – переплетенная книга, переплетенная кожей. А кожный переплетет – это софьяновый переплет, то есть это персидский, либо русский, ну, византийский переплет. То есть заодно в эпоху просвещения жгли всю византийскую литературу, чтобы тоже не очень сильно что-то узнать. А у нас, скажем, во время допетровских-никоновских реформ жгли книги на древнерусским, оставляли только на церковно-славянском. Был такой процесс шел. То есть, понимаете, вот эта письменность, язык и все, что получается, как произведение, книги, манускрипты, вот с ними тоже идет борьба. Ну, давайте поймем, что у нас наша элита, начиная с Петра и до самой революции 1917 года, никогда не говорила по-русски. Мы часто также думаем, что это какое-то золотое время, это расцвет наше государство. Ну, наверное, всякое там было. Ну, давайте поймем, они не говорили по-русски вообще. То есть, общество было разделено на богатых, которые говорят по-французски, там, или по-немецки при Петре, и на тех, кто победнее и говорит на другом языке. Вот я сказала, вообще не говорили, конечно, это неправильно я сказала, они говорили. Но вот Александр Шишков, государственный деятель конца XVIII-начала XIX века, который был также первым министром просвещения Российской империи, он написал, что дети дворян не знают русского языка дальше, чем простое бытовое общение со слугами. Понимаете, да? Вот это очевидец, очевидец, который был министром просвещения, не знают. То есть ни науки постигать на русском языке, ни искусство постигать на русском языке, они не могут, пишет Шишков. И при этом они этим кичатся, как он говорит. И вот когда вот так посмотришь на какие-то исторические периоды, то начинаешь сомневаться, был ли уж этот такой расцвет. Другое дело, что там всегда были такие русские люди, которые пытались всегда поддержать русский язык. И мы сегодня о них будем говорить. Но вот тем не менее. И когда у нас начинается разговор о том, как вот плохо произошло вот это, конечно, драматические события с 1917 года, но вот если спросить, а могло ли быть так, что если одна часть населения, вторую распринимает как фактических оккупантов иностранцев, могло ли это кончиться как-то иначе? Ну, могло ли это как-то рассосаться само? Вот я думаю, что нет. Нельзя так. Внутри народа должен быть единый язык, и элита должна говорить на своем языке. Тогда они свои, потому что язык — это важнейшее средство самоидентификации человека. А вот поэтому, значит, если правящий класс себя идентифицирует как иностранцы, и во времена Наполеона раздумывает, а может быть, нам не надо сопротивляться, он же просвещенный император. Понимаете, вот это все не случайные вещи. И я на них задержалась. Почему? Потому что как раз в истории мы можем смотреть на эти ланкомсовые бумажки, как там было дело. Поэтому вот такие сигналы, они в истории есть, и мы можем их изучить и на них опираться. Мы говорили о том, что к самым древним письменностям мы относили пиктографическую письменность и иероглифическую письменность. Мы привыкли знать шумерские записи, древний Египет, и считали, что это самое древнее. Но время не стоит на месте, ученые работают, и мы сегодня поговорим об открытии одного сербского профессора филологии, который просто произвел революцию. Это Родевой Пешич. Родевой Пешич – профессор филологии, словист и трусколог, специалист по догреческим Балканам, культуре догреческих Балкан, профессор Белградского и Миладского университетов. И Родевой Пешичу принадлежит открытие так называемого венчанского письма, венчанской культуры. Все культуры в археологии называются по месту их обнаружения. Вот, например, местечко Венч в Сербии дает название этой культуре. Но потом аналогичные артефакты могут быть найдены и в других странах, и в других местах. Это все равно остается венчанской культурой по месту первого обнаружения. Значит, они, конечно, были до Пешича обнаружены, но Пешич занимался их расшифровкой, поскольку он один был из ведущих специалистов мира по балканской, да греческой вот этой всей культуре. И на сегодня, благодаря Пешичу, хронология выглядит следующим образом. Вы видите ее на слайде. Первое – это протописьмо Липенского вера. Это тоже Сербия, местечко, которое датируется восьмью тысячами лет до нашей эры. Вот, посмотрите. На втором идет, собственно, венчанское. Почему оно на втором? Потому что есть там небольшие различия с Липенским вером, хотя Пешич говорит, что видно, что это очень родственные вещи. И, в принципе, некоторые учебники соединяют их вместе, учебники по филологии, вместе в единое письмо. Далее следует Шумерское письмо в Месопотамии, 3100 лет до нашей эры. По поводу Шумерского есть интересное исследование каменной могилы. Это такой памятник археологический в Запорожской области. Сейчас в Украине, да. А раньше в СССР. Вот во времена СССР он исследован. Есть такой исследователь Анатолий Кефишин с очень трагической судьбой, который, в общем, за эти исследования был фактически выдворен из науки и был вынужден жить в шалаше собственного постройки на станции Перловка. И было это не когда-то там в начале века, а в 70-е годы СССР. И был выдворен, потому что его точка зрения не совпадала с точкой зрения маститых ученых в этой теме. Так что говорит Кефишин? Вот это каменная могила, можете в интернете посмотреть, это прото-шумерское письмо, он его квалифицирует, потому что он был шумеролог, сам Кефишин. Он совпадает с аналогичными памятниками в Турции, и все это раньше, чем в Месопотамии. Но Кефишин опубликовался уже на Украине после 1991-го года, потому что там, понятно, ему зеленый свет к опубликованию дали, поскольку это была территория нынешней Украины. Дальше идет протеламское письмо, это иранцы сегодняшние, египетское письмо. А интересно сказать будет, что тартерийское письмо, которое часть Венчанского, предшественник египетского письма, это сейчас целая большая программа исследований в Болгарии. Они показывают, как тартерийские и дунайские таблички являются предшественниками египетских иероглифов. Очень убедительно, кстати сказать. Дальше следует протаиндийское письмо, 2200 лет до нашей эры. Критское письмо, это линейное письмо А и Б. Дальше идет хетское письмо, 1600-й год и до 1777-го года. Хетское тоже очень интересное, потому что очень долго не могло быть расшифровано. Найдена хетская библиотека, огромная в Малой Азии, с большим количеством глиняных дощечек и пергаментов. Там фиксируется несколько наречий, очевидно, на которых написано. Очень долго и бесплодно пытались расшифровать, пока один чех не применил к нему церковно-славянский язык, старославянский, и получил некоторые расшифровки. Но, во всяком случае, одно из наречий лидийское, которое найдено в виде табличек в хетской библиотеке, расшифровано болгарами на основе протоболгарского, древнеболгарского языка. Причем именно расшифровано, потому что там полная закономерность. Что такое расшифруемое? Мы берем знак, он что-то означает. И это никогда не должно нарушаться. Если система соблюдается, то вы расшифровали, и у вас получается здравый смысл, никакие там непонятные вещи. Вот у них получилось, и это тоже важная информация. И китайское письмо, 1300 год до н.э. и до нашего времени оно действует. Вот на сегодня такая хронология принята в науке благодаря Родиву и Пешичу. Пешич исследовал также топонимику и гидронимику Балкан, также занимался и в Европе выше Дуная этой же темой. И Пешич приходит к выводу, что на рубеже 8-7 тысячелетия до н.э., уже начиная с этого времени, в Европе существовала мощная цивилизация и мощная протокультура, которая была предшественницей того, что мы сейчас называем славянской культурой, а немцы называют готской культурой. Здесь тоже тут очень интересный момент, потому что вот на это общее наследие мы претендуем с двух сторон. Мы как бы со своей стороны, ну-ка не очень активно у нас это больше замалчивается, а они-то очень активно. Они претендуют на то, что это все готская культура, и это, мол, немцы. Но вся эта готская культура имеет все орнаменты славянские, выражается в славянских названиях характерных и как бы сохраняется в том числе и на нашей территории. Поэтому такой есть спор в истории тоже есть, он у нас не очень афишируется. Если будет время, я скажу почему. Ну вот он такой есть момент. Что доказал Пешич важного? Пешич доказал, что, во-первых, венчанское письмо, давайте посмотрим еще, вот может быть у нас вот, что это письмо линейное, то есть буквенное, что это не рисунки, это буквы. Вот, пожалуйста, таблица по Пешичу, первый ряд наверху, это этрусское письмо, да, дальше латинское, венчанское, ниже латинское, венецкое. Кто такие венеты, знаете? Венеты? Венеты. Это основатели Венеции, основатели Вена, Вены, ну и в значительной степени основатели Рима. Значит, венетами или энетами называют потомков Энея, предводители троянцев, который потом построит Рим. Но и вот эти венеты прослеживаются в истории вплоть до Балтики, и вот венецкое письмо, это тоже разновидность венчанского письма. Давайте еще посмотрим таблицу по Пешичу. Вот здесь вот, например, он, Пешич, сравнивает венчанское письмо. Тут мелко, но просто вот, может быть, понятно, что это очень близкие вещи. Венчанское, этрусское, венецкое, финикийское, старогреческое, руны, предпоследняя колонка, и латинское письмо, да. А на следующей таблице он точно так же выводит кириллицу, глаголицу. Вот видите, они самым большим количеством букв обладают. Фракийское письмо, это траки, это коренные жители Балкан. Лидийское письмо, которое мы у хетов находим, и Берберское, и последнее, вот просто я даже не смогла прочитать у него в книге на таблице, что это за письмо. Ну вот такие варианты у нас есть. По поводу этрусков, потому что по первой специальности он был этрусколог Пешич, он говорит, что этрусское полностью письмо совпадает полностью с письмом Винча. Все остальные древние языки так или иначе являются последователями письма Винча, потому что это видно в алфавитах их. И, кстати, кириллица совпадает с венчанским письмом на треть. На треть. То есть венчанское письмо это пятое тысячелетие до нашей эры. А теперь по поводу этрусков. Будет очень часто пока слайд. Не давайте, я два слова скажу. По поводу этрусков. Мне кажется, пару лет назад была интересная программа «Человек и закон» по телевизору. Может быть, кто-то смотрел. И там Алексей Пиманов, ее ведущий постоянный, показывает в начале программы, никак не связанно с тем, что там дальше будет по содержанию, карту Ватикана. Карту Ватикана. И он говорит, что я вот когда езжу в Италию, я сейчас спрашиваю своих знакомых, «А правда, что вот этруски построили Рим? А правда, что они вас научили всему? И земледелию, и металлургии, и праву в юридическом смысле? Да, правда. А куда же делись эти этруски? А куда-то ушли на северо-восток, отвечают итальянцы. И Пиманов говорит, сейчас я вам покажу карту, только не подумайте, что я сошел с ума». Он говорит, «Я сейчас вам ее покажу». Это карта Ватикана, это довольно древняя карта, которую смог сфотографировать один из моих знакомых. И показывает карту. Вот давайте на карту посмотрим. Маленькая этрурия. Вот не очень хорошо тут виден этот сапог итальянский. Видите, каблук у него отрезан снизу. Видите, вот стрелочка стоит. Это маленькая этрурия. Где сейчас, да, где сейчас Тоскана. А большая этрурия на этой карте, посмотрите, где находится. Вот то, что граница прочерчена, это река Дунай. И граница идет строго по реке Дунаю. Значит, что у нас сегодня выше Дуная? Знаете, севернее Дуная. Сегодня Румыния, за ней Молдавия, дальше Украина. Да. И вот он показывает эту карту, где и труски, на Ватиканской карте, живут вот тут вот. Вообще-то, как говорит Пионов, на территории будущей Киевской Руси. И он прав, потому что мы с вами, помните, на первой лекции говорили о том, как болгарские хронисты нам оставили высказывание Святослава. Почему он свою столицу переносил на Дунай? Потому что там был центр, его царство. Так говорит Святослав в болгарской летописи. Мы этого не знаем, нам это нигде не дают. То есть, это, конечно, информация тоже очень интересная. Я хочу сказать, что текст на могиле Энея расшифровал тоже очень серьезный ученый 19 века, словист польский Фадей Воланский. Польша тогда входила в состав Российской империи. Он прочитал при помощи славянских шрифтов надпись на могиле Энея. Как только он это расшифровал, он написал книгу в 19 веке. Эта книга тут же стала запрещенной Ватиканом, а иезуиты потребовали от Николая I сжечь и книгу и Фадея Воланского. Но Фадея Воланского в живых оставили, но реакция была вот такая. Обратите внимание, опять же, сжечь книгу Фадея Воланского. То есть, не то, что там, давайте спор какой-нибудь научный заведем, может, он не прав. Просто сжечь его и все. Теперь смотрите, пожалуйста, потомков Энея римляне называли энетами или генетами, потому что римляне, им было неудобно произносить такой звук, они иетруско называли гетруском, римляне, да? Вот они, генеты, у них будут. И эти самые энеты, они известны древним авторам, о них сообщают Иордан, Геродот, Плиний Старший, Тацит, Птолемей. Птолемей также называют Балтийское море Венецким морем, Венецким заливом, извините. Это тоже интересная информация, но мы знаем, что, например, Таллинс современный, еще в эпоху Петра I, назывался Веденец или Венедец, его писали, Венедец фактически. Сейчас Таллинс датского языка переводится как датская крепость. Эстонцы до сих пор называют русских Вене, Афины Венея называют нас. Ну, Ваня, может быть, и Ваня тут как-то имеют отношение, но Вене мы для эстонцев. Так вот, Родевой Пешич, который, он умрет где-то после бомбежек Белграда натовских в конце 90-х годов, он написал книгу, которая по-английски называется I accuse silence. Я обвиняю тишину. А в русском переводе она существует как заговор молчания, в которой Пешич говорит, что заговор молчания существует именно о славянской письменности и культуре до христианских времен. Он существует, этот заговор. Вот, я понимаю, что сразу я на такую зыбкую почву стою, потому что конспирологию у нас никто не любит, более того, считается, что это как-то признак неинтеллигентности еще искать какие-то заговоры. Но, тем не менее, вот, прочитала книгу очень интересную Александра Багаева «Презумпция лжи». Вот мне она попалась, когда уже лекция была написана, готова. И он просто говорит о том, что никто, кто вступает на прочее изучение истории или языка, от этого не избавлен. Каждый сидит и чувствует себя каким-то заговорщиком, каким-то конспирологом, потому что вот все выглядит именно так. Я хочу сказать, что версии о том, что предки славян жили на этих больших территориях, придерживался еще Василь Никитич Татищев. И о нем мы сейчас немножко поговорим. Василь Никитич Татищев, он современник Ломоносова, но он постарше Ломоносова на 25 лет. И оба они жили недолго. 50 с небольшим лет было Ломоносову, 60 с небольшим Татищеву. Так вот, Василь Никитич Татищев, который был географом, промышленником, и вообще-то он занимался тем, что добывал руды для Российской империи, ну, контролировал добычу руд, полезных ископаемых. Выражаясь современным языком, руководил регионами разными Российской империи тех времен. Вот Василий Никитич Татищев заодно занимался историей. Историей и языком. Казалось бы, зачем и почему. Но дело просто в том, что вот этот заговор молчания был уже и тогда, и был, конечно, активно, потому что это уже, он же, это Петровские времена, это наше русское, как бы, просвещение. И там процессы шли очень интересные. Татищев пишет историю российскую, начинает ее писать, как он сам говорил, на древнем наречии. Татищев выдал тезис о том, что если писать на современном языке, то это непременно исказит историю. Вот я когда первый раз прочитала это, я всегда думала, почему это должно исказить историю? Но если мы сейчас напишем, что Москву основали в таком-то году на современном русском языке, чем мы исказим историю? Но вот такой тезис есть у Татищева. Почему-то история должна искажаться. И он начинает писать на древнем наречии. Дело в том, что сам Татищев, род Татищевых, это ведет себя от Рюриковича. Это Рюриковича. И по смоленским князьям они, родственники Рюрику. И Татищев, конечно, знает язык. И вообще, это только еще, вообще-то говоря, конец 17 века, 1686 год, рождение Татищева. Еще все это лучше им известно, чем нам уже все эти древние варианты языка. Он пишет на древней наречии, пишет, пишет, а потом делает заявление, что нет, ведь так, наверное, никто ничего не поймет. Буду-ка я это все писать на современном языке. А также еще напишу по-немецки. Он прекрасно владел немецким эту историю. А вот эту рукопись, которую я уж там начал, написал, ну, ладно, место ей в архиве. Пусть она идет в архив и лежит там как можно дольше, говорит Татищев. Это все очень, немного странно. Мне, например, показалось, дело просто в том, что эта рукопись Татищевская будет открыта в 1964 году и напечатана, то есть уже в наше время. Из этой рукописи мы узнаем, конечно, интересные вещи, но там только часть этой истории, он только часть написал, а вторую часть мы вынуждены черпать из той истории, которую он писал вместе с Миллером. Мы понимаем, что там, наверное, конечно, были немецкие доработки этой истории. Ну, так вот, что пишет Татищев по поводу того, что известно о письмах славян. Ну, во-первых, он говорит о тех людях, о тех авторах, которые пишут, что славяне не имели письма, и он говорит, они не только не читали древних авторов, но и самого Нестора с его повестью временных лет не читали, потому что Татищев на основе анализа текста говорит, что Нестор пользуется совершенно очевидно письменными источниками. Там наблюдается изменение стиля и выход на письменные стили, а дальше от себя он пишет по-другому Нестора. То есть Нестор не просто даже вот пишет, а копирует какие-то письменные источники, русские, и он ими пользуется, говорит Татищев. Дальше Татищев говорит следующее. Подлинно же славяне задолго до Христа и славяно-русы собственно до Владимира письмо имели, в чем нам многие древние писатели свидетельствуют. И, во-первых, что общее о всех славянах сказуется, пишет Татищев. Дальше есть еще следующий слайд по Татищеву. Из Диодора Сицилийского, пишет он, и других древних довольно видимо, что славяне первее жили в Сирии и Финикии. Вот такие новости мы узнаем. где по соседству еврейской, египетской или халдейской письмо иметь свободно могли, пришед оттуда обитали при Черном море в Колхиде и Пафлагонии. Пафлагония – это южный берег Черного моря, где-то центр. А оттуда с именем Генеты узнаем, да, это имя? Генеты. Россы, Галлы и Метены по сказанию Гомера в Европу перешли и берег моря Средиземного до Италии овладели, Венецию построили и прочие города, как древние многие, особенно Стройковский, это будет первый историограф Великого княжества Литовского Шестнадцатого века сказуют «Следственно в такой близости и сообществе за греки и итальяны несомненно письмо от них иметь и употреблять должны были», пишет Татищев. Дальше он пишет о скандинавах, которые приезжали слежать на Русь и они имели готическое, руническое письмо. И Татищев тоже говорит, что тогда бы русские должны были взять готическое письмо, что же они к ним в услужение приезжали с письмом, а русские были без письма. Славяне. Шведский писатель Лакцений XVI-XVIII века показывает, говорит Татищев, что славяне из вандалы, а вандалы это те же винеты в истории, в Северную Русь около 550 лет по Христу пришли, которые, славяне, всю Европу воевав, без сомнения письмо имели и с собой в Русь принесли. Чему можно уповать, что доказательства сыщатся, если в Новгороде и Изборске кому-то искусному древние письма разобрать, пишет Василий Никитич Татищев. Сие обстоятельства вероятие представляют, что русославяне тем или другим способом письмо имели прежде сочиненного Кирилла. Ну вот к Татищеву мы еще немножко вернемся, потому что когда у нас сыскался такой памятник, правда не в Новгороде, не в Изборске, а где-то в Харькове или в районе Орла и Курска, Велесова книга, сейчас будет ее дощечка, я ее упоминала, вот она сегодня признается фальшивкой нашим официальным ученым сообществом, но не всеми, надо сказать, но не всеми. Это тоже отдельный детектив, вот два слова скажу. Был такой офицер белой армии Изенбек, который во время гражданской войны в разоренном имени, то ли под Харьковом, то ли где-то в районе Курской Орла, находит такие доски, на которых имеются некоторые письмена, они надеты на шнур, веревку, соединены. Он эти доски в Европе отдает историку Миролюбову, и Миролюбов копирует их 15 лет, причем Изенбек не дает ему их в руки, он только при Изенбеке может копировать. Сохранилась фотография одной дощечки. После смерти Изенбека все это куда-то пропадает, и где теперь это находится, неизвестно. Вот это прорисовка того, что написано на дощечке. В 50-х годах 20-го века выходит в Европе западная книга русского Сергея Леснова, который, вообще-то говоря, доктор биологических наук, живущий в Европе в эмиграции, который читает на нескольких языках свободно, и он там напишет книгу «История русов в неизращённом виде». И вот в этой книге он ставит в том числе вопрос и Павелесовой книги. И присылает в редакцию сюда, к нам, в СССР, в журнал «Вопросы языка знания» такое письмо, которое говорит, что надо бы как-то всё-таки исследовать. И журнал «Вопросы языка знания» заказывает комментарии, то есть рецензию на эту вещь, заказывает палеографу Лидии Петровне Жуковской. Значит, это в ней будет очень известный учёный, палеограф, она специалист была по рукописному Евангелию XI-XV веков. Палеограф — это человек, который разбирается в древних письменах и определяет подлинность или неподлинность. И вот Лидия Петровна Жуковская написала в «Вопросах языка знания» такую статью, в которой в конце, которая называлась «Поддельная докириллическая рукопись к вопросу о методе определения подделки». И вот это очень интересный текст, потому что, казалось бы, в конце она пишет о том, что это подделка, но если читать её внимательно, то вы приходите к выводу, что это зашифрованное признание подлинности Велесовой книги. Так и напишет об этом доктор филологических наук, другой палеограф Борис Яценко, который автор перевода этой книги на русский и украинский язык, он напишет ей письмо, в котором он скажет «Я понял, я догадался, что вы сделали всё, что вы могли в той политической обстановке». А в какой политической обстановке? В 30-е годы словисты вообще подвергались и гонению, и физическому уничтожению. Были брошены в тюрьме, многие погибли. Вы знаете, у нас Лихачёв сидел в тюрьме, после одного из своих докладов научных. В 60-е годы там это уже было всё помягче, но всё равно всё это продолжалось. Гонение, притеснение, то есть вот в общем-то им не очень-то давали что-то там говорить. Так вот Лидия Петровна Жуковская, она признаёт шрифт древним, она признаёт, что он совпадает с самыми древними шрифтами и с индийскими, и с азиатскими и так далее. А потом она переходит к такой фразе и говорит, что вообще-то сравнить ничего нельзя, потому чтобы палеограф мог работать, нужно иметь аналогичный источник. У нас нет аналогичных источников. То есть вот этой фразы она как бы вообще говоря, ну, ставит всё на ноги, что мы не с чем нам сравнить, чтобы сказать, она древняя или не древняя. И во второй части переходит к сравнению с кириллицей времён Кирилла и говорит, что, она причём не говорит, что как-то уж там это откровенная подделка, она говорит, это не соответствует там морфологии, синтаксису и так далее. На что Яценко ей отвечает, а как же она должна соответствовать, если она из другого периода? Она ей не может соответствовать. То есть вот все лингвистические исследования по Велесовой книге приведены так, что её сравнивают с кирилловским письмом. Понимаете? И вот в этом есть нюанс вот этих исследований. Родевой Пешич считал её подлинной книгой. Родевой Пешич. Он даже в Германии создал общество по изучению Велесовой книги. Надо сказать, что Лидия Петровна Жуковская через семь лет после опубликования этой статьи в содружестве с Рыбаковым написали такие строки. В дохристианский, в одной из своих статей, в дохристианский период восточные славяне использовали какое-то несохранившееся до нашего времени письмо. Про кириллическим письмом и были, возможно, написаны те книги и документы дохристианской поры, о которых глухо упоминают древние авторы. Вот через семь лет она напишет свою статью. А ещё... Ну, пытаются переводить, да, известно. Значит, Вильсова книга описывает за несколько тысяч лет историю славян на протяжении нескольких тысяч лет, да. Поэтому там ломаются такие копии. Вот, кстати говоря, люди, которые... Тоже филологи, которые говорят, что нет, она нам не даёт никакой новой информации, поэтому как мы её можем считать? Нет, она даёт новую информацию. Я вот говорила, что она называет греков варварами и врагами славян. Это, во-первых. Во-вторых, Вильсова книга говорит о том, что аскольд и дир не варяги, а греки. Это новая информация. Так что сказать, что она ничего не даёт, мы тоже тут не можем. Но Лидия Петровна Жуковская интересна ещё одним исследованием. Дело в том, что она нашла определённый вид письма евангельского, который никак не обозначен и не упоминается в греческих источниках. И она считает, что это, собственно, письмо Кирилла. Это вот так писал Кирилл, говорит она. И её коллеги тут же в своих статьях пишут ей, что этого не может быть, потому что это XIV век. И вот я себя спрашиваю, ну, человек, который работает по Евангелию, он что, не знает, когда родился Кирилл? То есть вот такая Лидия Петровна Жуковская, которая нам оставила вот такой текст статьи Велесовой книги, где она сначала признаёт древнюю полиографию, потом говорит, что это не совпадает с кирилловской грамматикой и потому нет. Но оно и не должно совпадать, если это докириллическое. Дальше она нам говорит, что было какое-то письмо, а дальше она фактически устанавливает время жизни Кирилла к XIV веку. Понимаете? Вот что это такое. И Жуковская в момент написания вот этой статьи по поводу Кирилла к XIV веку, она самой крупной учёной России по рукописному Евангелию. Поэтому вот здесь тоже есть какая-то интересная информация. Когда же всё-таки всё это происходило? Ну, вот так вот я по Велесовой картинке. То есть она требует своего изучения. Она сгорела в Инионе у нас в 2015 году, но, слава Богу, что вот энтузиасты её и копировали, и публиковали. Вот сейчас она сохраняется благодаря публикациям энтузиастов. Они не всегда корректны, часто очень, конечно, с большими натяжками идут, и тем самым, может быть, даже где-то они такие публикации и, в общем-то, как-то дискредитируют вообще всю эту тему. Но благодаря этим людям мы хотя бы имеем фотографии того, что есть, и, может быть, это будет в дальнейшем изучено. Одновременно с Велесовой книгой существует ещё один очень интересный древний документ, который называется «Ладожский документ» или «Баянов гимм». Этот «Баянов гимм», он уже в XVIII веке появился. О нём знали. Конкретно ими занимался и Карамзин, и Державин. И Карамзин, и Державин. Евгений Болховитинов, который в дальнейшем станет киевским митрополитом, а он был в XIX веке основоположником палеографии, вообще учёный был, он признавал его подлинность и в своём письме Державину рекомендовал не ставить датировки, потому что датировался этот документ I-V веком. Державин так его датировал. И Балховитин говорит, не ставьте эти дакировки, чтобы не возбуждать недоброжелателей. То есть, что мы видим? Мы видим, что историю, которую пишет Татищев, он должен написать на древнем наречии, которую не понимают немцы. Давайте вот так сразу скажем, зачем это делать Татищев. Не было у него другого резона. И сдаёт её в архив и просит, чтобы лежала там как можно дольше. И она там лежит до 1964 года. Значит, Державин тоже занимается расшифровкой ладожского документа. А Балховитинов, крупнейший учёный, пишет ему, не пишите, а то вы будете только злить недоброжелателей. Так? То есть, что же это интересно? И вообще получается такой фон политический, я бы даже сказала, вокруг проблемы русского языка и русской письменности, славянской письменности. Значит, Державин положит, это очень интересно, в свой архив этот текст. И в 1994 году, в 39 томе архива Державина, будет найден этот Баянов гимн. Вокруг него есть очень много разговоров о том, что это подделка, подделка коллекционера Сулакадзева, который собирал древние рукописи. Но Сулакадзев в данном случае честно признался, что он прислал копию Державина, где он прорисовал, по-своему, как он считает, это можно понимать, вот эти надписи. Но сегодня вот именно этот Сулакадзевым прорисованный текст и найден был у Державина в архиве, но протограф, то есть исконный текст снят, ну, при помощи современной техники сняли эту Сулакадзевскую подрисовку, да, снят этот текст, и этот текст переведен Юрием Лотману. И вот этот протограф сам, изначальный текст, и называется «Ладожский документ». А вот то, что там Сулакадзев подрисовала, это ходит, как Баянов гимн. Это руническое письмо, вот оно, пожалуйста, здесь. И сегодняшние критики Велесовой книги, они же пишут, например, таким текстом, Анатолий Алексеев пишут. Ну, Державин был, вообще говоря, наивный, он поверил Сулакадзеву, который выполнял и подделки. Я хочу сказать, что Гавриил Ромаш Державин, вообще говоря, был генерал-прокурор правительства Усть-Сената и закончил свою службу в должности министра юстиции Российской империи. И уже сильно наивным быть никак он не мог при таких должностях. Он был в чине генерал-аншефа, что равно адмиралу в армии. Так вот, Гавриил Ромаш Державин вместе с упомянутым мной уже Александром Шишковым организовали общество, которое называлось «Беседы, беседы, сейчас скажу, любители русского слова». Организовали это общество, зарегистрировали официально, и в этом обществе собирали литераторов, филологов, лингвистов, специалистов по русскому языку и по русским древним вариантам письма. Вот представьте себе на минуточку. Один, значит, адмирал, министр просвещения, второй, значит, министр юстиции, значит, собрали общество, язык русский, значит, поддержать. Вы себе представить можете на сегодняшний день? Можете, да? Чтобы наш генеральный прокурор Чайка с министром Шойгу сейчас такое вот общество бы организовал? Мы даже себе представить не можем. Нам всегда говорили, что вот они были такие культурные люди, это они были такие культурные, поэтому они так делали. Они, конечно, были культурные, без сомнения, но русский язык требовал вот такой поддержки, что истинные русские патриоты, интеллигенты, потомки древних родов вот занимались такими делами, потому что нужно было его поддержать. И вот мы теперь этот ладожеский документ имеем в архиве Державина с 99-го года, а так бы, может быть, и не было у нас его. Есть у нас еще свидетельство интересное Чернорисца Храбра. Чернорисец Храбра это монах из Македонии, начало 9-го века, 10-го века, написал он трактат о письменах, и этот трактат впервые был опубликован в 16-м веке, его уже знали, а более ранее его редакция находится в болгарском источнике, который называется «Лаврентьевский сборник». Она очень известна филологам, известно это издание филологам. И вот, что пишет Чернорисец Храбр. «Прежде славяне не имяху письмен, но чертыми и резами читеху и готаху пога несущи». То есть, раньше славяне не имели письмен или букв, как тут есть разные попытки перевести, но чертыми и резами читеху и готаху. Но читеху это либо читали, либо считали, это еще, может быть, счет у нас, четный, нечетный. А вот готаху вообще, ну, есть такое предположение, что они гадали, но я очень думаю, что это маловероятно. Готаху, может быть, говорили, может быть, писали. Здесь нужно как-то думать, какие слова еще находить. Дальше очень интересно. «Крестившая жеся римскими и греческими письменные нуждаху ся славянскую речь безустроения». Здесь написано следующее. «Окрестившись были вынуждены писать римскими и греческими буквами безустроения». По поводу безустроения тоже спорят исследователи. Одни говорят, это они там не подогнали фонетически эту речь под современную славянскую, но я абсолютно уверена, что речь идет о грамматике, потому что у нас до сих пор есть выражение «грамматический строй», и на Балканах известны тракийские тексты, написанные тракийским языком, но греческими буквами. Это тоже очень интересное признание. В нем содержится очень интересная информация, которая сразу не видна. Вот почему после крещения славяны должны были писать на своем языке, но греческими и римскими буквами. Не кириллицей, как нам говорят, а греческими и римскими буквами. Сейчас мы через некоторое время об этом тоже поговорим. Я сейчас просто хочу вам показать руны, чтобы вот, что за черты и резы. Вот, пожалуйста, скандинавские руны из Рёка, а еще следующий слайд будет, вот это вот. Это готские руны, район Балтики. И не любой район Балтики, а район той части, которая называется Варга в древности. Это то, откуда придет Рюрик, который вроде бы как у них варяг, а из области Варга. Мы это слово тоже анализировали, сейчас я не возвращаюсь. Рюрик из Варги, вот это их руны. Значит, рунами у нас занимается Геннадий Гриневич, тоже интересный автор, который вообще-то кандидат геолога минералогических наук, и будучи еще молодым, увидел их в своих экспедициях столько рун везде, что он оставил геологию и уже почти 30 лет занимается рунами и написал книгу про славянскую письмо с результатом дешифровки. Естественно, его ругают, естественно, называют его фриком, но Гриневичу мы должны быть благодарны уже тем, что он собрал полное, он собрал это все, все эти надписи собрал и систематизировал. Могут дальше ученые, дальше их расшифровывать, пожалуйста, спорить с ним, но вот они собраны, это уже очень большое дело. Книгу его не найдете, захотите купить, не купите. Значит, тут интересное тоже дело, ведь нету научного спора, просто даже сейчас очень трудно купить книги вот этого содержания. Они написаны и нету, нету ни в магазинах, нигде там репринт какой-то, интернет, перепечатывание, нет в широком доступе. Казалось бы, спорить, что же? Нет, нету книг. То, о чем я вам говорила, с книгами тоже идет тот или иной вид борьбы. Еще нас также будет интересовать интересный текст, который называется «Житие Кирилла». Этот текст хорошо очень знают и филологи, и церковь. Прекрасно знают они этот текст. И этот текст написан учеником Кирилла, его последователем, сразу после его смерти. Официально считается, официально, что Кирилл жил в 9 веке. И все свои достижения по поводу славянской письменности, перевода в Библии, создания большого количества литературы, Кирилл произвел за 6 лет в своей жизни. От его поездки в Моравию и до его смерти. Буквально за 6 лет все сделал. Это, конечно, фантастический срок, ученые признают, что это, конечно, как-то подозрительно выглядит, но тем не менее. И вот что же мы узнаем из текста «Житие Кирилла», к которому вся наука относится очень серьезно и при этом вот она почему-то не видит там такие строки. «Обретет у Евангелия и Псалтырь русскими письмены писано». Это в Корсуне, Кирилл. То есть сегодня это территория Севастополя. «И человека обрет глаголюще той беседы и беседова с ним и силу речи приим, в своей беседе прикладая различные письмена, гласные и согласные, и к Богу молитву творя вскоре начат чести и сказати и мнозисе ему удивляху». Что здесь написано? Что Кирилл пришел в Корсунь, а мы по истории знаем, что он туда пришел, и он там получил Евангелие и Псалтырь, написанные русскими буквами, человека, который говорил по-русски, с ним разговаривал, учился языку и применял к своей беседе, то есть к греческому языку беседы, это еще речь в старорусском, гласные и согласные русские. И был очень таким успешным учеником, так что все ему удивлялись. Вот такой текст, он существует, проанализировал. Так как же так? Были Евангелие и Псалтырь русскими буквами? Ну тут же начинается спекуляция, что русский же это не русский, это, наверное, сурский, то есть сирийский, а вообще русский это варяй, это, наверное, варяжский, он там изучал тексты. Понимаете? То есть дальше начинается вот это все. И если взять это как отдельный эпизод, может быть, можно так и подумать. Но если взять это уже вот в цепи всех фактах, то так уже подумать довольно трудно. Потому что мы читаем у Чернорица сразу храбро, что мы вообще почему-то писали сначала греческими и латинскими буквами. Так какую же азбуку, вообще говоря, создал нам Кирилл? Создавал ли он нам ее азбуку? И вот здесь я еще раз вернусь к Татищеву, буквально коротко, и мы переходим уже к нашей Кириллице, к анализу буквы нашей азбуки. Так что сейчас уже будет скоро наша кульминация. А вот у Татищева интересно то, что Татищев получил так называемую Иоакимовскую летопись, которую мало знала наука, вообще говоря. Это летопись епископа Иоакима, который, собственно, был привезен Владимиром в Новгород после крещения Владимира в Корсуне. И вот этот Иоаким и написал летопись. А написана она за сто лет до Нестора. То есть опровергается тезис о том, что Несторова летопись первая, но тогда не первая. Значит, Татищев описывает очень подробно, как он получил с большими сложностями копию этой рукописи у одного архимандрита, действующего, что этот архимандрит вскоре скончался, бежал его Диак в бега, были закрыты на замок к его вещи священным синодам и прочее, прочее. Не смог Татищев получить оригинал, о чем он честно признается. Его, кстати, 150 лет обвиняли, потому что упоминания есть и в той версии, и вне древней, что он вообще все это придумал. У нас же сразу что? Сразу Татищев, Рюрикович по роду придумал все это, сфальсифицировал. Зачем-то он этим занимался, помимо своей основной работы, и вот больше нечего было делать, только сфальсифицировать. Но дело в том, что XX век дал целые интересные текстовые исследования в Новгороде, которые теперь заставляют что-то сказать нет. Была у Татищева настоящий текст, реальный текст. Так что же мы узнаем из Иакимовской летописи? Там очень много перекликается с легендой о Словении Руси, которая вам рассказывала, эти все древности, нескольких тысяч лет о славянах. Но нас в данном случае интересует эпизод Крещения Руси, который тоже там рассказан. Собственно, Иаким сам приходит крестить Новгород. Летопись так говорит, что сначала приходили как бы ромеи, которые ходили по домам и пытались людей, ну что называется, сагитировать, веру поменять. На что одни говорили ему, что они уже христиане, некоторые, обратите внимание, христиане, а другие просто не хотели, потому что идолы языческие и стояли в Новгороде. Ну и пока они так ходили, всего несколько человек они смогли, ну как сказать, сагитировать, обратить. И тогда Иаким пишет, что были присланы Добрыня и Путята в Новгород. И Новгород иллюзий по поводу Добрыни и Путяты не имел. То есть присланы были уже не ромеи, а русские люди. Как там написано, люди, как-то там практически написано, аналог серьезные люди, вот там какое-то слово старое, аналог серьезные люди. Значит, Добрыня это дядя Владимира по матери, а Путята Владимиров Тысяцкий. Ну то есть будем говорить там командир дивизии сегодня или что-то в этом роде там, военный, да. Значит, и Новгород встал на битву. Новгород иллюзий не имел и все население Новгорода поднялось на битву. Была большая сеча, кровавая, как они говорят. Но в этой сече таки победили Добрыни с Путятой и войском Владимира и начали они их крестить, как рассказывает Иаким. Но они говорили, мы уже крещеные, мы уже христиане, часть из них говорили. А они требовали их все равно перекреститься. Вот как я поняла, ну будем говоря современным языком, в ту конфессию, которая на тот момент была в Византии. Вот так скажем. И все это было, конечно, через кровь. И люди, которые жили в Новгороде, пошли уже громить дома своих христиан, потому что вот так они были, естественно, не очень рады всему этому. И было положено положить кресты на шею. И Татищев пишет, откуда же пошел такой обычай, он только у русских крест носить. Нигде больше у христиан не применяется, пишет Татищев. Сказывает, что от Болгара пошло, но у Болгара не применяют, говорит Татищев. Думаю я, что Владимир положил этому начало, Яким положил этому начало, а Владимир продолжил. И вот так, окрестив Новгород, как пишет Яким в своей летописи, дальше отправился этим же ходом на Киев. Ну вот можно только представить, как это все было. И что мы узнаем из-за Якимовской летописи, что часть населения была крещена, прекрасно существовала с нехристианским населением, но были они перекрещены. Значит, Александр Багаев, вот книгу, которую я читала, я вам сказала, в начале «Презумпции лжи», так получилось, я уже купила книгу, когда было все написано. Он рассматривает тот же эпизод из Татищева. Это было удивительно. Он делает вывод, по-моему, совершенно четкий, что выражаясь современным языком, Владимир, судя по этой Якимовской летописи, перевел Русь в юрисдикцию Византии. Вот и все. Вот и все. А тогда они все были данниками, и чем больше у вас данников, тем больше у вас, грубо говоря, налогов, отчисления. То есть это была такая политика, экономическая борьба. Что же все-таки создал Кирилл, мы так и не понимаем. Во-первых, у нас существуют и кириллицы, и глаголицы, как два древних славянских алфавита. Вот сейчас уже переходим туда. Сергей Лесной вот в этой своей книге «История русов в незвращенном виде» буквально он обвиняет советских филологов в незнании западноевропейских источников, в которых говорится, что уже в IV веке нашей эры в Хорватии была Библия на глаголице. В IV веке. И автором этой Библии называют европейские источники епископа Вульфилу или Ульфилу, который вроде бы как год у них там. А Грабан Мавр, архиепископа города Майнц, крупнейший деятель Каролинского возрождения, он и автор средневекового энциклопедии о природе вещей пишет в своем трактате о письменах, что некий философ этик, этик, от слова этика, скиф и славянин изобрел в IV веке буквы для славянского письма. Вот опять такая очень интересная у нас перекличка годско-славянской темы, которая здесь вот тоже отражается. Итак, у нас есть кириллица и глаголица на сегодня. Сначала считалось до 40-х годов XX века, что Кирилл изобрел кириллицу нам. Но потом были найдены так называемые палимпсесты. Это пергамент, где верхний текст написан поверх старого соскобленного. И вот соскобленный палимпсест содержал глаголицу, а сверху этот же текст на кириллице, потому что это все можно еще не установить и проанализировать. И вот после 40-х годов считается, что Кирилл создал глаголицу. Но вот Сергей Лесной ему противоречит, говорит, Хорватия в 4-м веке знала глаголицу. Посмотрим на глаголицу, она очень интересна, и подумаем, а мог ли вот таким варварам, которыми нас порой заявляют, быть предложен вот такой алфавит? И на каком материале и какими инструментами должны были варвары вырисовывать вот столь сложные знаки? Посмотрите, то есть такие знаки требуют как минимум пергамента, никакой бересте такой не нацарапайте. Вообще для варваров это, конечно, сложновато сразу. У глаголица это уж попроще будет, кириллица, прошу прощения, она попроще будет. Вот вам, пожалуйста, сейчас я покажу следующий слайд, давайте покажем, там вот не очень видно, но так выглядит плита в Хорватии, да, башканская плоча, то есть плита, вот на глаголице она вся написанная стоит. Наша дочь Ярослава Мудрого, младшая дочь Анны Ярославовны, которая вышла замуж за Генриха Первого, французского короля, она ему в качестве подарка привезла старославянскую Библию на глаголице и этот текст хранился очень долго во Франции и как реликвию показывали его Петру Первому во время его посольства в Европу и Петр Первый с легкостью читал этот текст, чем удивил там всех этих французов. А вот, кстати сказать, Петр Первый, возвратившийся из посольства, почти не мог писать по-русски. Это тоже очень интересная вещь. Сейчас у нас вот Фоменко с Насовским Первым это подняли, но там интересные факты, действительно, которые еще требуют осмысления. Они предлагают версию подмены Петра во время посольства. Выглядит, звучит, конечно, фантастично, но послушать, что там происходило, когда всех стрельцов уничтожили, всех родственников в монастырь, то есть он приехал туда, где у него не осталось никаких родственников, кто мог бы его узнать. И совершенно был другой внешности, другого роста через два года, другого возраста на вид и не умел ничего того, что прекрасно имел уезжавший в Европу Петр. Ну, это интересные тоже данные, надо бы тут, конечно, было заниматься поподробнее. Так вот, Анна Ярославовна считала французов дикарями, надо сказать. Об этом остались ее записи, что они не были культурные, не мылись и вообще там ничего. Наша Анна Ярославовна. Так вот, смотрите, кириллица, вот если мы вернемся к кириллице, которая приписывается Константину, либо же глаголица, они состоят из 45 букв. Версия, к которой мы привыкли, то, что создана она из греческого, кириллом. Ну, давайте скажем, что в греческом 27 букв. Чтобы создать из греческого 27, 45 нужно все-таки иметь еще какие-то буквы. Надо либо их придумывать, либо, ну, фактически создавать, да, заново. Но я уже говорила, что кириллица на треть совпадает с венчанским алфавитом шестого тысячелетия до нашей эры. Считается, что сам греческий алфавит, тоже нам интересно, развился из финикийского алфавита, так же, как и иврит. Сейчас вот израильтяне очень активно продвигают тоже идею древности своего алфавита и очень этим много занимаются. Давайте вот иврит посмотрим тоже, как выглядит иврит. У меня тут была очень интересная дискуссия в Фейсбуке с двумя израильтянами, ну, советского происхождения, бывшие наши советские люди, ныне израильтяне, которые с отсылкой на профессоров, филологов рассказали, например, мне всякие разные интересные вещи, в том числе, что вот он говорит, вот видите, буква-то четвертая, она называется Далет. Вот эта буква задействована ивритом из финикийского алфавита. Давайте финикийский посмотрим алфавит, как более старый. Вот Далет, четвертая буква сверху, видите? И вот они говорят, букву Далета, вот, так она написалась. И они говорят, вот эта буква, эти два человека, означает дверь. Поскольку в древности, говорят они, двери были треугольные, то она так и названа. Я им говорю, ребят, ну не позорьте евреев-то, треугольные двери, вы куда такую дверь повесите? Давайте посмотрим на следующую таблицу, где нам приведены как раз варианты. Первое, это будет финикийский алфавит, первый, вот он стоит. Дальше будет греческий алфавит. В древнем начертании следующий греческий алфавит, когда перешли писать слева направо, это, кстати, пешечья таблица. То есть, исследуя дугреческий период на Балканах, пешечи делают вывод, что греки писали справа налево сначала. Вот они переходят слева направо. И последнее, это уже линия, это уже, как сказать, устав. Это греческий устав. Устав называется шрифт, который ровно вписан, практически в прямоугольники, без всяких завитушек. Вот называется устав. Первая часть этих алфавитов слева, вторая справа, названия букв прилагаются. Так вот, сейчас мы с вами переходим на рябой к русской азбуке. И из всего того, что существует русской азбуке, потому что расшифровывать, разгадывать ее пытаются уже несколько веков, 200 лет, по крайней мере, есть интересный автор Ярослав Кеслер, тоже не филолог, доктор химических наук, во время закончившей МГУ, профессор, автор монографии, более 200 научных статей, он же полиглот, драматург, музыкант. Ярослав Кеслер, вот ему принадлежит тоже версия прочтения славянской азбуки. У него очень интересные книги. Кеслер говорит о том, что нет никакого разделения науки на специальности жесткого. Наука должна быть прежде всего наукой и находит массу изъянов в этом смысле, изъянов научного мышления у филологов, у историков и показывают им эти изъяны. Так вот, Ярослав Кеслер 1946 года рождения рассуждает о кириллице так. Он говорит, что, во-первых, достаточно сложно, как я тоже говорю, из 27 букв сделать 45, не имея чего-то еще. Скажем, Гриневич считает, что руны использованы. А мы видим, что это не противоречит идее использования венчанского письма, потому что сами руны похожи на венчанское письмо, таблица я вам показала. А вот Кеслер, он говорит следующую вещь. Наши буквы во многом акрофоничны. Вы знаете, что такое акрофония? Акрос — это край, фон — это звук. Это вот, когда, например, вы звоните и говорите, я еду там, в Ногинск, куда-куда, скажи по буквам. Нога, Оля, голова, Ира и так далее. И вы вот так вот озвучиваете, чтобы было понятно, что за буквы там написаны. Вот это и есть акрофония, когда от крайнего звука вы образуете слово, чтобы дать звучание. Так вот, наша азбука акрофонична. Но не все звуки, а только те, которые не являются греческими, не совпадают с греческими. Делать вывод Кеслера. Он говорит, вообще акрофоничны всего три алфавита на европейском пространстве. Иврит, греческий и кириллица. Иврит полностью акрофоничен. Все буквы имеют такие названия. Все буквы — это слова, другими словами. Как вот долет, дверь. Читается «д», значит, там произносится «да», но долет есть название. Греческий акрофоничен наполовину, но все эти названия с греческого никак не переводятся. И в греческом языке смысла не имеют. Кириллица акрофонична частично. Если выбросить все греческие буквы, получается связный текст, говорит Ярослав Кирилл. Я считаю, что это железная научная логика. Мне кажется, что это абсолютно заслуживающее внимания рассуждение. Оно четкое, прозрачное и абсолютно это научный взгляд. И он говорит, что мало того, что это текст, это текст, который, ну, пусть не повторяет современный, но приближается к нему, потому что современные связанные речи, пишет Кеслера. Он написал книгу, книгу, азбука, послание к славянам. В ней он говорит, что в современной связанной речи один глагол приходится на три другие части речи. Ну вот в нашей азбуке чуть-чуть побольше на каждой глагол части речи, но это, конечно, еще зависит от стиля и цели высказывания. И он говорит, это заставляет понимать, что это связанный текст, а не просто отдельные слова. Но поскольку Кеслер полиглот вообще, человек выдающийся абсолютно, автор словаря европейских слов, тоже очень интересного, вот он предпринял попытку к расшифровке, к прочтению этого текста. Смотрите, сейчас начнем с того, что мы эту азбуку прочитаем без греческих букв. Я ее также прочитаю только с одной буквой И. У Кеслера две буквы И, а я вам скажу, почему я прочитаю с одной, потому что с одной буквой И она фактически становится идеальной по ритму. Дело в том, что против второй буквы И выступал уже Ломоносов, он считал ее искусственно придуманной, и восьмеричной, и десятиричной у нас было, да, и десятиричной это И с точкой, и восьмеричной это сегодняшняя И. И вот он считал, что это искусственно придумано. Филолог XIX века знаменитейший Федор Буслаев русский тоже считал эту букву придуманной, вообще говоря. Кеслер также сводит к одной букве три древних буквы русской азбуки, букву Еры, которая пишется как И сейчас, букву Ер, который сейчас твердый знак, и букву Ерь, который сейчас мягкий знак. Но, понимаете, вот этот переход на твердые мягкие знаки, это вообще совсем другое дело, потому что вообще-то это полугласные, редуцированные, то есть сокращенные гласные. А почему это другое дело? Потому что такая гласная с предыдущей согласной формирует открытый слог, звучащий. Это другое звучание, это другой речи, и это позволяет нас считать текст с полугласными вообще говоря, на следующем руническому письму, потому что в руническом письме все слоги открытые. Вот сейчас я вам прочитаю этот текст, я даже волнуюсь, потому что этот текст, вот я хочу добавить Кеслеру, он гениальный написал текст, статью, но Кеслер ничего не пишет о том, что если прочитать эту азбуку с ударением на корень всех слов, а в древнерусском языке слова имели ударение на корни, мы делаем вывод, анализируя словарей орфоэпический, которые прослеживают, как развивалось ударение, то есть столько были ударные корни, что логично, потому что корень несет смысл слова, и если прочитать ее с полугласными, то это не просто текст, а это стих и очень торжественный стих. Я вам сейчас прочитаю древнерусскую азбуку, вот послушайте, пожалуйста. Аза, буки, веди, глагола, добро, есть, это стих, вы слышите? Это белый стих, и это то, что известно о древнерусском языке. Те немногочисленные источники, которые мы еще изучали на факультете и в институте, учаясь, я помню, наш профессор говорил, запомните, у нас очень сложный язык, синтаксический, морфологический, это очень сложно для мозга, и потому в древнерусском языке был ритм. И вот высокий стиль Ломоносова во многом у нас следовал вот этому древнерусскому языку, его ритмики, его мелодики. Но мне очень, например, нравится этот текст, не сразу в нем признаешь что-то такое свое, вот это лука, ферта, хера, это как раз полугласные, но теперь посмотрим, что это означает. Я вам сейчас буду по одной строчке показывать, рассказывать, как это переводит Кеслер, потом прочитаю полный его перевод, а потом прочитаю свой вам перевод. Но, естественно, на основе Кеслера, всю работу проделал он. Я просто какие уточнения могла бы предложить для перевода Кеслера. Итак, аз буки ведем. Кеслер переводит я буквы узнал. Веди – это прошедшее время от глагола ведать. Давайте мы посмотрим о сегодняшнем языке, какие мы слова из этих употребляем. Ну, во-первых, мы говорим азы, там наук, например, ведать, ведение, сведения, заведующие, все эти слова от этого корня. Буки мы скорее не найдем ни в русском языке, а в каком? А в английском. Пожалуйста, буки – бук, книга. Но буки – это буквы. Идем дальше. Веди узнал. Вот, понимаете, ведать – это не просто знать по-русски. Ведать – это высшие смыслы. Это разговор о высших смыслах. У нас есть слово «ведьма», с которыми боролась кто? Инквизиция. Это как раз мы возвращаемся к нашей рустика-романа, к сжиганию книг и ведьм на кострах. А ведьма – это кто по-русски вообще-то? Женщина, ма, женский род, которая много знает. Посмотрим на английское слово «witch». Давайте вот это у нас «witch». Посмотрим, что «t-t-c-h» – это имитация нашего шипящего. То есть, это где-то «wish» написано. «wish». Вид и «wish». Помните вещать, ведать. Мы здесь опять видим знакомые чередования индоевропейские и русские. Вот эти индоевропейские характерные чередования все сохранены до сих пор в современном русском языке. Я хочу сказать, что «d» и «g» чередуются и переходят в «d» и «ş». Поднимаем дальше ту же слайд. Следующая строчка. Глаголь, добро, есть. Ну, глагол – это речь письменная и устная. Добро – это добро, а «есть» – это наша связка «быть». Да? Глагол связка «быть». Вот «добро» – слово тоже интересное, если мы его посмотрим. Добро у нас имеет два значения. Это имущество и это наша категория духовная, душевная, да? И то, что у русских оно соединено в одном понятии, совершенно точно говорит об их мировоззрении. То есть, человек с имуществом не должен во зло это употреблять, он должен быть добрый, отзывчивый, нежадный и прочее. Вот «добро» должно делать человеку добрым. Понимаете? Вот так говорит наш язык. Идём дальше. «Есть» – от этого корня происходит истина, как считает Татьяна Миронова, доктор филологических наук. «Истина – это то, что есть», говорит она. Вот для русского языка это не по их ставке, это не трус английский, не что-то. Это вот то, как есть. То есть, человек должен правильно смотреть на мир открытыми, честными глазами и прямо говорить, как есть. Следующая строчка. «Живите». Ну, писалось через «ядь» «живете», читалось в длиннерусском. «Зело – земля». «Зело» – это у нас очень сильно усердное его значение. «Земля» Кеслер считает, что это вообще обращение к землянам. Так вот Кеслер считает. «Живите», «зело – земля». Посмотрим на слово «зело». Вот по-английски «зил» – это что? Это упорство. Это упорство. Ну и по-русски то же самое. И есть такое слово «джелос». «Ревнивый». «Ревнивый», да. То есть, тоже вот с какими-то такими обуреваемыми эмоциями человек. «Ревнитель». У нас же, когда говорят «ревнитель», это в том числе человек, который за что-то борется, чем-то очень интересуется и так далее. Идем дальше. «И же как у люди». Вот здесь предлагается две буквы «и». «И же те, которые как». «И те, которые как люди». Он пишет. Кеслер эту строчку переведет «те и как подобает людям». Вот так он переведет. Здесь мне эта строчка вызывает свое сомнение, но давайте пока пройдем дальше. «Мыслите наш, он, покой». Ну, «мыслите» слово «понятно», «думайте». «Наш» понятно, а «он» — это отсюда у нас «онный», тот самый общий, «единый» у него есть в древнерусском значении. Кстати, вот посмотрите, «единый», да, английское слово «one», которое от «он», «единица». «Покой». Как бы понятно наш общий покой. Здесь у Кеслера будет свой перевод, а у меня немножко свой. Давайте посмотрим на «мыслите». Какое слово? Посмотрите, у нас от этого корня слово «промысел» и «промышленность». Вот помимо всех слов, которые вы понимаете, как родственные, есть еще вот такие слова, которые не все думают, что это родственные. Вот «промышленность», она от «мысли» вообще говоря. А «про» по-русски — это «насквозь». В английском языке соответствует нашему предлогу «про» английское наречие «сру» — «насквозь», да? Думать насквозь, продумывать от и до. Промышленность — что-то, что требует мысли внимания. Вот когда вы скажете, у нас тут индустрия, шоу-индустрия. Ну вот «шоу-промышленность» вы уже не скажете, язык не примет, потому что там мысль, там надо сильно много думать. Вот «шоу-индустрия» может быть так сильно не нужно. Вот, пожалуйста, русское слово. Может, если была бы у нас не индустрия кругом, а промышленность, по-русски «промышленность», может быть, лучше было бы. Все-таки язык несет нам с мыслями. Рцы — слово твердо. Рцы — говорить. Мы с вами обсуждали «речь», «рок», «рёк». Вспоминали Шемкевича с корнесловом «рцы». Это вообще повелительное наклонение «рцы». «Рцы» — слово твердо. Ну что тут? Можно ничего не переводить. Понятно, да? «Рцы». Отсюда происходит слово «речь». И вот я предлагаю слово «род» считать тоже родственным от слова «речь», потому что здесь чередование «четэ», классическое русское чередование и индоевропейское. И «род» как орган речи происходит от слова «рцы». Я в этом абсолютно уверена. Но это вот мое предложение — считать родственным словом. «Четэ». Следующая «ука», «ферет», «хер». Очень интересная строчка. «Ук» — это древнейший корень. От этого корня слово «наука». От этого слова «учиться», потому что «к» и «ча» чередуются в русском языке и в современном тоже. Значит, отсюда у нас и «навык», где появляется «в». Что? «Укромный». «Укромный». Нет, нет. «Укромный» — это другое слово. Здесь очень, кстати, хороший вопрос. Здесь корень «кром». У нас древний русский корень «кр». «Кр» — это край, это кромка. «Укромный» — это «украя» стоящий. И от этого же корня наш Крым, товарищи, дорогие. Украина. Украина — она у края, да. А Крым — это тоже край. Край — там море начинается до воды. Поэтому «укромный» — это другой корень. «Ук», вот как пишет Буслаев, это вообще глагольный корень учиться, постигать знания, думать. Вот тут какой-то очень сложный корень. Потому что вот давайте «наука». Посмотрите на слово «наука». У вас есть приставка «на». «Наука». Вот «наука» — это что-то. Положили на этот «ук», и получилась сегодняшняя наука. Вот чем может быть «ук»? Я вот когда буду переводить, я свое мнение выскажу на эту тему. Я считаю, что вот я, что от этого корня происходят наше «око» — «очи» и «ухо» — «уши». Дело в том, что я просмотрела по целому ряду словарей это все, и там нет объяснения этому. Но вот посмотрите, «ухо» — «уши» может быть, здесь кто-то может спорить, а вот «око» — «очи» нельзя, потому что он попадает во все законы языка. То есть наши глаза — это орган обучения. Обучение. И наши «уши» тоже. Да. Если вы помните предыдущие две лекции, мы все время об этом говорили, что русский язык, все архетипы русского языка говорят о том, что корень «рус», все главные слова об образовании, об учебе, о науке, о постижении мира. Все наши слова об этом. И они все выстраиваются в систему, вы видите. И по поводу «ук» есть тоже еще очень интересное. Вот, может быть, знаете вы, что есть такое слово в английском «оук» — «дуб», да? «Оук». Он пишется «оу-эй-кей», «оук». А произносится «оук». Так вот наш «ук» так и произносится. «Уук». Вот эта учеба, она наше учение, мысль, она произносится как «ук». Тоже ничего не знаю, ни на что не претендую, но расскажу вкратце, такая есть легенда. Вот есть легенда такая древнеегипетская о том, что бог Ра, он вообще-то должен все время сражаться с богом тьмы, потому что бог солнца с богом тьмы. Опять же, Ра здесь у египтян. И вот, чтобы ему было это посподручнее, потому что он же все-таки светило дневной, а тут ночь какая-то, он превращается в кота, который, как известно, гуляет по ночам, да? И вот в образе этого кота он должен победить, сразиться с богом тьмы. И если он его победит, то он будет, бог Ра, допущен к древу жизни. И к этому древу жизни его прикрепят, и от этого древа жизни и мудрости он наберется знаний. Интересно просто то, что это египетская, древнеегипетская такая легенда, что у нас в скандинавских сагах рассказывается, что Один прикреплял себя копьем к какому-то дереву, чтобы мудрости набраться. А я вам просто прочитаю Пушкина. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над обитом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. А в конце он скажет, что там русский дух, там Русью пахнет». Скажет Александр Сергеевич Пушкин, исследователи которого сейчас считают, что Пушкин очень много историй зашифровал. Он тоже был под цензурой очень сильно, и ряд его произведений лично «Царь», был цензором для его произведений. Это тоже можно будет поговорить. То есть вот Пушкиноведы сейчас очень сильно исследуют эту сторону Пушкина. Так вот, древо жизни у славян – это дуб. Древо мудрости. Древо жизни и мудрости. Так что вот все это никак я не могу доказать пока вам. Но вот это просто интересные версии. Давайте перелистнем в следующий слайд. Fert – интересное слово. Мы знаем в английском языке слово fertile, плодородный, и у нас есть слово fertilizer, удобрение. Мы его сейчас активно употребляем. Фертилайзеры завезли к нам импортные. А это всего лишь навсего слово плодородный. Fert. И в ferty плодородное прилагательное русское. Вот я даю fertile. Кеслер считает, что это повторное заимствование общего европейского слова уже из европейских языков. И последнее слово очень интересное. Это имя языческого божества. Хер. И Кеслер обращает внимание, обратите внимание, это дохристианское божество. Кто такой бог этот? Это бог солнечного цвета и солнечного диска. Вообще говоря, славяне по исследованиям Татьяны Жарниковой, которая занималась этим вопросом очень долго, вот умерла в прошлом году исследователь, историк, этнограф, она говорит, что они поклонялись свету, солнцу уже во вторую очередь, свету, некому свету, из которого происходит всё. Помните, я вам корень руста расшифровывала? Да. Так вот, Хер – это бог солнца. Отсюда мы имеем хоровод, отсюда у нас круг, отсюда же КЛ, потому что Р во всех индоевропейских языках переходит ВЛ и обратно. Вот так они развивались. И отсюда же от слова Хор, я так думаю, что происходит наш Чур и Щур. Потому что О и У – законное чередование, Х, Щ, Х, Ч – законное чередование. Щур кто такой? Вообще-то говоря, божество, которое охраняло очаг дома, то есть тоже огонь, и охраняло семью и её собственность. Отсюда у нас пращур, да? Предок, пращур – вот это они. Так вот, смотрите, Кеслер говорит, обратите внимание, мы в Азбуке имеем дохристианский текст. Он совершенно очевидно здесь зафиксирован. Ци – червя, шта. Ци – это тоже глагол, это повелительное наклонение. Тачи, проникай, червя. Кеслер считает, что так червь и имеется в виду, и книжный червь тут ему в помощь, как выражение. А шта – это чтобы. Я хочу сказать, что слово червя в древнерусском словарях даётся двух вариантов – как червя и как чревя. Поэтому, может быть, здесь может быть немножко другой смысл. Сейчас мы его увидим. Знаете, слово червлёный, да, это какой? Красный. Это красный. Дальше идём. И последняя строчка. Вот Кеслер считает, что буквы ЕР и ЕР – это как бы формы одного и того же символа, который называется ЭР у него, у Кеслера. ЮС и ЯТИ. Тоже интересные три слова. Такой гласный возникает, когда люди ещё имеют недостаточно хорошо развитый речевой аппарат. Когда звуки гортанные, когда гласных мало. И когда, чтобы выразить РР, надо сказать какой-то предыдущий звук. И сам Кеслер считает, что отсюда РР, РА и УРА. Но здесь новостей нет. Так считает целый ряд лингвистов. Но вот по поводу УРА мне хотелось бы поговорить. Потому что Кеслер пишет, что это призыв к солнцу, говорит он. Слово интересное, мы сейчас немножко о нём поговорим. Ведь вот смотрите, в официальной филологии считается, что УРА слово заимствовано от монгола татар, переводится «бей, нападай». И вот мы во время, как с ними там воевали, их же призыв «бей, нападай» восприняли и теперь употребляем. Но я всегда призываю посмотреть на лексическое значение. Ведь слово – это не, как говорил Буслаев, некоторые люди считают, что речь – это случайные звуки и случайно приноравлённые к выражению мысли. Но это не так, говорит Буслаев, и он, конечно, прав. Потому что у слова есть семантика, лексическое значение. И мы не можем строить любые концепции, не проверяя через лексическое значение их. А лексическое значение таково. Мы когда «ура»-то говорим? В бой идём, кричим «ура!». Шампанское на Новый год пьём? «Ура!» – кричим. Победа – «ура!». Экзамены сдали? «Ура!». Значит, мучилась, 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 решала задачу, никак решила. «Ура!», да? А вот тот же самый бой. Помните наши фильмы, когда там командир поднимает роту в бой, руку с пистолетом вверх и явно идёт на смертный бой и тоже кричит «ура!». А тут-то чему он тут радуется? «Бей, наступай», но его шансы малы. Что же это за «ура» такое? Аппарат, когда принимает главнокомандующий, помните это «ура», которое катится? Прусы даже считали, они даже восприняли это «ура», попытались кричать. Говорят, у них не подействовало. Им не помогло, ничего не получилось. А у нас-то как грянет это «ура!», так «ура!». Ну вот смотрите, сам Кеслер считает, что это один из древнейших корней, который всё-таки означает, видимо, что-то такое вот… Он говорит, что солнце. Я считаю, что этот корень скорее будет означать древних предков. Почему? Потому что вот если возьмёте немецко-русские словари, они вам прям корень «ур»-то выведут. И они напишут так, что «ур» – нечто очень древнее немецко-русские словари, существующее от сотворения мира. И сразу там после этого будет наше слово «урал» написано. Может быть, мы действительно славим предков, может быть, как бы соединяемся с ними во их славу живем. Но, в общем-то, это какое-то очень русское слово. Конечно, никакие татары его не кричат и монголы, нет его у них, а у нас оно есть. То есть слово «интересное». Ну вот или свет, или предки, или всё вместе как-то здесь соединённое. Давайте следующее. Вот Кеслер даёт это как «юз». А я, например, прочитала как «яс». Но сам Кеслер говорит, «юз» – это русский «яс». Есть такой корень в русском языке «яс». Это в слове «ясный» мы этот корень видим. И Кеслер считает, что западное слово латинское «юстиция», как наука о законах, происходит, собственно, и как процесс закона творчества и исполнения законов происходит от корня «юз». Вот она «justice». Видите, английская, да? Это и есть наш «yustice». Вспомните? Я вам рассказывала, как «yod» надо читать. Так вот, почему я прочитала «яс», а не «yus». Я прочитала нашу кеслерам расследованную азбуку с поправкой на Ломоносова и Велесову книгу. Дело в том, что Велесовая книга тоже употребляет одну букву «y», не знает буквы «y», но знает букву «y». А Ломоносов тоже был, как я повторяю, против «y», но признавал эры. Кстати, Ломоносов же, он внёс огромный вклад в развитие науки. Он размежевал фактически церковно-славянский язык и гражданский и древнерусский. Написал об этом и статьи, и грамматику. То есть вот он как бы восстановил справедливость после сожжённых книг в никоновские времена. Ломоносов произвёл целый ряд важных исследований на эту тему. Так вот, ну, по крайней мере, наш «yas» — ясный, прозрачный, всё ясно говорим, да? Ясность мы любим. Вот это наш корень. И последнее слово «yati». Мы видим этот корень в глаголе «объять», где «op» — совершенно очевидная приставка, которая означает «вокруг» — охватить «yati». «Priятель» — мы говорим, да? «Nepriятие». То есть это восприятие, приближение к себе. Это что-то родственное глаголу «иметь». Да и, в общем-то, не просто родственное, а это какая-то одна из форм этого глагола. Потому что, смотрите, «объять», но «обнимать» там есть «imati» — «imete», да? «Priятель», да? «Priнимать». То есть он переходит «yati» переходит в «imati» в древний глагол. И это очень интересно. И если вы помните, сейчас пока слайд не открываем, я вам в прошлый раз говорила, помните, что по-русски «стоять» и «быть» это одни и те же корни? Приводила вам примеры. И было такое слово, я вам сказала, «самостоятельный». И такую провокацию выпустила в зал. А когда же у них человек самостоятельный-то считался? Когда он стоять, что ли, мог сам? Ведь это же годы там, что, два-три? Так же не может быть. И вот сейчас мы, глядя в азбуку, можем слово «самостоятельный» и прочитать. Давайте слово «самостоятельный» посмотрим. У нас здесь есть «само». У нас есть слово «суть», да? Видите его? Я пишу через «еры», потому что сегодня там нету гласного, но в древнерусском гласные были, слоги были открыты. Поэтому я ставлю полугласные там, где нет сегодня гласного, чтобы показать, как слово выглядело. «Сам», «суть», а «суть» — это «быть», «существовать», да? И «стоять», и «ять». Ну и дальше современные суффиксы. Итак, давайте читаем. Постигать суть, сам постигающий суть. То есть самостоятельная жизнь, а суть — это существование, да, жизнь. То есть человек, который сам уже понимает всё в жизни, разбирается, не нужен ему учитель, там кто-то, наставник, которому всё это объяснит. Вот тот и является самостоятельным человеком. Абсолютно логическое прочтение слова. Видите древние корни слове? «Сама», «суть», «ядельный». Здесь ещё, конечно, может быть один нюанс. Например, в болгарском до сих пор «сама» — это «только». То есть здесь может толкование быть такое, как человек, извлекающий вот именно суть из всего, что происходит, понимающий смыслы, лежащие глубинно. Видите, какой язык? А мы-то какие? Ну пусть не мы, конечно. Это будет для нас немножко неправильной претензией. Это наши предки таковы. Вот вы видите, какое это было общество? Как они вообще мир видели? Так, самостоятельный посмотрели. Ну и дальше следует перевод, наверное, Кеслера. «Я буквы знаю, письмо — это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям. Постигайте мироздание, несите слово убеждённо, знание — дар Божий, дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь». Что здесь, признавая огромный вклад Кеслера, потому что почему-то наши филологи, которые говорят, что они профессионалы, а Кеслер — химик, не предлагают нам прочтение азбуки такого прозрачного и такого чистого с отсечением чужих корней, который не имеет у нас перевода. Кеслера более того, он объясняет, что такое пси, например. Он говорит, вот в греческом есть буква «ипсилон», переводится «и щелевое», «пси» — это щель. Греческий язык, как считает Кеслер, и иврит — это всё более поздние языки, чем славянский язык. И они были вынуждены передавать звуки славянского языка, которые не характерны были для их речи, и подбирать для этого многоозвучные сочетания. Вот что говорит Кеслер. И с ним, конечно, трудно не согласиться. Это очень логично на самом деле. Я только что хочу сказать. Коль скоро это текст, коль скоро у него есть синтакси, стоит строение предложений, и если это азбука, которая была предназначена научить человека буквам, чтению, то если она текст, то она должна была, с моей точки зрения, учить человека грамматики сразу. Потому что неразумно писать текст, который не несёт какие-то характерные грамматические структуры. Что мы здесь видим? Вот азбуки веди. Это уже я добавляю к Кеслеру. Азбуки веди. Вот это на самом деле аз, подлежащие буки, дополнение веди сказуемое. Подлежащее дополнение сказуемое, классическая индоевропейская скульптура, характерная для всех древних индоевропейских языков. Вот мы её видим в первой строчке. Глаголь «добро есть». Речь «добро есть». Здесь у нас подлежащий глагол. Имена и часть составного именного сказуемого «добро». И опять завершается глаголом. Видите? То есть структура не одинаковая, но глагол стоит аналогично. И вот предложение третье, которое тоже в изъявительном наклонении здесь подано, это «ук ферет хель». Все остальные – это фактически призыв, повелительное наклонение. То есть у нас есть только третье ещё в изъявительном. «Ук ферет хель», которые Кеслер переводит. Знания как бы отлодотворяют Всевышний. И вот я имею огромный дискомфорт на этом предложении, потому что Всевышний стоит последним, как подлежащий. А дважды над нами он стоит первым, как подлежащий. Конечно, может быть, могли быть и такие структуры. Но всё-таки, если задача научить первичным навыкам чтения и грамматики, то распыляться в разные сложные и нехарактерные структуры неправильно. Поэтому я для себя решила предположить, что «ук» может быть подлежащим. Что «ук», а «хель» – дополнением. Кеслер-то исходит из того, что это название бога, божества. Оно бы не должно не быть подлежащим. Но тем не менее, вот у нас другая здесь конструкция. Правда, мы тоже не получим последним глагол, получим его вторым. Но вот я сейчас, когда буду читать, покажу. Вот здесь, мне кажется, могут быть варианты. Потому что иначе, мне кажется, она выпадает, ну, как бы сказать, из методики преподавания, я бы так сказала, эта строчка. Ну, теперь вернёмся ещё. И вернёмся, вот там дальше, наверное, будет мой уже перевод, да? Вот смотрите, «аз» в русском языке – это не только «я», это и бог, и основа, то, от чего всё пошло. Мой, моя, я не скажу, что это мой перевод, это будет нечестно. Это перевод Кеслера. Я просто предлагаю, как бы, варианты перевода Кеслера. «Прародитель познал буквы. Речь есть добро». Кеслер пишет, письмо есть достояние, письменность, потому что глагол имеет значение «речь и письменная, и устная». Я считаю, что здесь обобщающее какое-то значение должно стоять, общее, потому что он говорит вообще, автор текста, говорит о постижении тайн мироздания. Здесь не только письмо важно, здесь важна и речь. «Речь есть добро». И более того, в этой фразе я считаю, что автор говорит о том, что это не просто нечто очень полезное, а на добро нужно употреблять эту речь. Помните, Черниговская говорит «мир, язык создан, чтобы мир организовать наилучшим порядком». «Живите усердно, земляне, и как люди, заботьтесь». Вот слово «мысль» я вам показывала. «О нашем общем доме». Вот у меня так получается. «Говорите слова ответственно». Не убежденно, как пишет Кеслер, хотя это близко, а ответственно. И вот если эту строчку с «укфертхерь» перевернуть на подлежащее, получается, мысли наполняют мировой разум. «Рождайтесь из чрева», я его все-таки переворачиваю в чрево, а не в червя, «чтобы божественный свет постичь». Ну, они не противоречат друг другу, это просто как бы детали. Но вот, может быть, и вот так это может быть. А может быть, еще могут быть какие-то разные переводы. Но важно то, что здесь достаточно достоверно виден текст, видна поэзия древняя уже, да, и замечательный завет наших предков нам всем живущим. Значит, ну, еще можно, конечно, поиграть в эти слова-буквы следующим образом. Вот сейчас я попрошу у кого... Нет, пока рано. Можно выйти кто-нибудь, может быть, Маша или Соня, выйти к доске нам, пописать немножко. Ведь, смотрите, если буквы – это на самом деле слова и корни, да, то какие-то архетипичные, архетипические слова могут читаться через буквы-корни. Давайте запишем слово «рос». «Рос» – это кто? Это русский, да, подревнерусский. Запишем его просто нашими буквами. «Рос». Значит, если каждая буква – это слово и корень, давайте прочитаем это слово корнями. Давайте. Первое. «Рцы» – «она» – слово. «Говори» – «общее слово». Я ничего не хочу сказать, ни на что не претендую. Может быть, это такая просто игра, такое развлечение. Но сегодня филологи и европейские, и американские говорят нам, что самый язык, кладезь индоевропейских слов – это русский. В русском надо искать общие индоевропейские корни. Вот вам прочитаем. «Рцы» – «она» – слово. Так нельзя читать все слова. Если бы это и было справедливо, то оно было бы справедливо только по отношению очень древних и изначальных корней, корней архетипов. Но «рос» таким словом является. Мы с вами это слово расшифровывали через свет. Но в принципе мы можем опять же прийти к слову «речь» очень быстро через «с», «ш», «ч» и получить «речь». Просто когда я первые лекции читала, у меня еще не было доказательств, что чередование одних, группа одних чередований переходит в группу других. А сейчас я эти нашла уже доказательства. Давайте посмотрим в чередование. Что такое за чередование согласных? Сегодня русский язык активно использует эти чередования для образования новых форм одного и того же слова и для образования новых слов. Вот, например, «ка», «ча», «ц» – «лик», «личина», «лицо». Всем знакомые? Это один и тот же корень, который формирует все-таки разные смыслы. «Личина» и «лик» – это разное. «Лик» – это «лики святых». «Лицо» – это, так скажем, нейтрально, а «личина» – это уже что-то отрицательное. Дальше посмотрим чередование «х», «ш», «с». «Сухой», «суша», «роса», «орошать». Не всегда все три можно найти. Иногда парами они находятся. Возможно, в более старых периодах были более старые слова. Дальше «т», «ч», «щ», «свет», «свеча», «освещение». Вот наш род «речь решать» отсюда. Видите, «решать» мы обсуждали, что это говорить, конечно, высказывать результат обдуманного решения. «Г», «ж», «з». Дальше тоже мой пример следует. «Гарь», «жар», «заря». Вот видите, весь этот огонь трижды. Согласитесь, «заря» или «гарь» все-таки разное по смыслу. Но это один и тот же корень. Это не разные корни, а один и тот же. С чередованием согласных. И «д», «ж», «ж», «д», «род», «роженица», «рождение», например. Вот почему я не предлагала роз смотреть на нее как речь? Потому что меня интересовал вопрос. Возможно ли переход, например, из «т», «ч», «щ» к «к», «ч», «ц» через «ч». Вот этот вопрос, который я тут решала последний год по разным словарям и источникам. Да, он возможен, потому что в русском языке, в древнерусском, существовало слово «векать». Это то, что в просторичии сегодня «вякать» осталось. Не «вякайте», да? Это древнерусское тоже говорить, разговаривать, отвещать. Одна из форм вещать. И таких я нашла много примеров. Сейчас вам просто не показываю, чтобы не загружать ваше внимание. Но мы видим, что все-таки через «ч» можно перейти от третьей тройки к первой тройке. А тогда наш с вами речь, роз и речь, переходят друг к другу. Из одной тройки в другую тройку. Видите эти звуки? Поэтому, возможно, не так уж трудно мы и читаемся, что это опять же речь. Но мы к этому пришли. Мы к этому пришли, анализируя переводы этих слов на более поздний этап русского языка. Чем мы занимались? Мы брали слова русские разных периодов исторических и выяснили, что они переводят предыдущие. И смыслы более поздние мы уже анализировать могли. И опять пришли к корням светлой и речевой. Помните это? Все, мы к этому приходили. И таким образом слово роз мы трактуем как речь. А по древним корням рцы – общее слово. То же самое. Слово, понятное всем, общее. Возможно, речь идет о том этапе развития человечества, когда общий язык, а он был индоевропейский проязык, был употребляем на всей территории фактически от Британии и до Ирана и Ирака. До тех территорий. Ну что ж, это все вот такие изыскания. Я хотела бы привести в конце слова Александра Шишкова. Александр Шишков – адмирал, государственный деятель, первый министр просвещения, основатель кружка беседы любителей русского слова, друг Державина, который говорил, «Язык наш – древо жизни на земле, и отец – наречий иных», – говорил Шишков. Я хочу сегодня объяснить, почему лекция так называется «На плечах гигантов». В принципе, это слова Ньютона, Исаака Ньютона, которого мы часто принимаем за родоначальника науки. Но сам Ньютон говорил о себе, что его исследования были возможны только благодаря тем, кто работал до него. И это он о себе говорил. «Я стоял на плечах гигантов». И вот мне в сегодняшней лекции хотелось показать, что как бы там ни было, пусть продолжается исследование, пусть, может быть, не все еще точно решено, но мы точно стоим на плечах гигантов. Мы видим и по той древности, по древнему венчанскому алфавиту, который на треть отражается в нашем языке. Мы видим это по тем смыслам и той идеологии, которая сегодня в нашем языке звучит, если мы читаем наши корни, понимая их исходные значения. Вот это я хотела показать, что культура наша древняя, очень важная, и нужно непременно ее изучать. И не быть такими уж простодушными, и не так уж всю жизнь доверять тому, что нам рассказали в начальной школе или в средней школе. То есть помнить, что язык – это политика очень часто. И здесь многое требует исследования. А в заключение хочу рассказать два слова о маленьком местечке, старий рас, который находится сейчас в Сербии. Это то, как сербам говорят «Сердце сербской державы». Сердце сербской державы. Вот местечко старий рас – это, если так сказать, то откуда есть пошла земля сербская. Это столица земли Раса или Рашка, ее звали сербы. И там река Раша, там очень много такой топонимики, гидронимики. И вот сейчас там, к сожалению, этот край, наверное, будет повторять судьбу Косово во многом. Потому что там, это, кстати, очень недалеко от Косово, и там сейчас тоже превалирует мусульманское население. Но вот это местечко старий рас, оно очень интересное. И там есть один древний монастырь. И вот на одном надгробии в форме креста написано, что человек жил долго, прожил 92 года. Так и так. И его завещание потомкам написано нашей замечательной кириллицей, о которой мы сегодня говорили. В XVIII веке. «Дети мои, любите правду и истину. Они вечны». Мне кажется, что вот эти строки, они замечательно дополняют текст нашей азбуки и как-то обозначают наш путь и в будущих исследованиях, и в нашем самоопределении.